А я вам сейчас открою секрет, как прожить долго и счастливо. Да и секрет вечной молодости заодно. Дело в том, что сознание человеческое старит мысли. И если не париться, то ребенком вы останетесь навсегда. То есть всегда вы будете чувствовать себя активным и молодым, несмотря на увядание тела. Да просто надо баловать себя тем, чего в детстве не хватало. И вот я предлагаю смотаться в Орион для того, чтобы понять, сколько счастья-то нужно было. Ведь взрослые же должны говорить всегда правду. Но вот я вам сейчас правду открою. Сколько мама и папа тратят в дьюти-фри? А когда вот они в Турцию летают, ай-яй-яй-яй-яй. Папа и мама тратят в дьюти-фри, но туда летит, если из Зуфы и обратно, если из Анталии, хургады и всего остального, 300 долларов. При этом они покупают очень плохие вещи. Они покупают себе алкоголь, который в принципе C2H5 у вас, ну добавили туда воды, красители и все остальное. А вместо этого они бы могли бы на те же 300 долларов, кстати, а сколько игрушек можно себе купить на 300 долларов? То есть на 10 тысяч рублей. И вот для этого мы приехали сюда, на вокзальную 5-2, в наш любимый Орион. Да, потому что сегодня мне исполнилось 39 лет, и Алексей Челейкин всю жизнь мечтал себе позволить по игрушкам оторваться. Кстати, для кого вы думаете эти игрушки? Игрушки бывают разные. Папина дорогая машина – это по сути игрушка. Думаю, что я взял ее в кредит. Папа в кредит взял понты. Дети понты еще никому счастья не приносили. Вам, малолетним, это папе объяснить-то проще. Вы зачем вперед меня прибегаете сюда? Я, видать, вас научил, куда надо идти. Потому что хотел рассказать про ассортимент мотоциклов. Потому что ассортимент автомобилей закончился. Дело в том, что я думал, что я очень ответственный папаша. И один-единственный такой, который не жалеет денег, сил и средств для воспитания собственного молодого бойца. Оказывается, нет. То есть машины в Орионе стоимостью в 5 раз дешевле, чем в детском мире, разлетаются махом. А я себе нашел. Помните, машинка за 1000 рублей. С подсветкой колес. Но сын же хотел. Я же не могу. Ни ему, ни себе отказать. А и не надо. Потому что здесь честно все. Честно, не наворачивать на слабостях. Потому как дети знают, как давить на слабые места. А если слабинку дал еще и кошелек, то только сюда. В детстве в Советском Союзе были такие железные дороги. Пиковские. Стоили каких-то сумасшедших денег. Ночи хотелось. Почему я сейчас себе должен в этом отказывать? Не должен. Знаю, что железная дорога длиной почти 2 метра. Здесь в Орионе 1150 рублей. Берем. Как вы думаете, сколько бы вы в детстве отдали за возможность объять необъятное? Что, сложно представить? Да здесь в Орионе легко. Мамы, папы, дедушки, бабушки. Для того, чтобы ваш ребенок вырос с хорошими игровыми навыками, все-таки он должен понимать, как это сделано. И как управляется техника. К сожалению, ничего другого, кроме как радиоуправляемых моделей, я вам посоветовать не могу. Другой вариант, сколько они стоят. Вы зайдите в Jazz Mode, посмотрите, танки за 5000 рублей. Точно такой же танк. Ну, он поменьше. Ну, и что? Зато 500 рублей всего. Причем гоняет и не ломается. Причем гоняет на таком танке перец, которому год с небольшим. И ничего не ломает. Кстати, насчет живучести. Если вы не растите мелкого монстра, то игрушки Ориона послужат еще не одному спиногрызу. О, все, началось. Вот это шторкает. Это хорошо, что в тебе шторкает. Леха, мне прямо нравится, что тебе хоть что-то пришторкнуло. А, мальчики и девочки, если папа затеял бассейн, то значит вы лет 10, то есть до момента своего взросления, не будете иметь возможности игрушки покупать. Потому что это глупо. В условиях российской действительности и Южного Урала строить себе бассейн. Мало того, это дорого. То есть минимум бассейн обойдется в полмиллиона. Я вам предлагаю другой вариант. Бассейн. На трех чадов. На трех. 1700 рублей. Ништяк. Бассейн. В общем, понятно, да? Куда ехать? Если непонятно, то вот вам игрушка, навыки которой обязательно будут освоены. И сделает мелкий Члейкин, это думается раньше, чем Члейкин старший. Для того, чтобы с папой искать, находить и демонстрировать вам места чудесной экономии и чудесного ассортимента. Да потому как без разницы, в какой дыре вы ведете свой бизнес. Если вы держите низкие цены, работаете с небольшой накруткой и не жадничаете, то телевизионный камельфу в бизнесе мы вам за недорого обеспечим. Папы и мамы, надо понимать, что в жизни должно быть место и подвигу, и умению признавать свои ошибки. Да, я облажался. Я вам заявил сумму 10 тысяч рублей. На седьмой тысяче у меня кончился, точнее не на седьмой, на четвертой тысяче у меня кончилась фантазия. Я начал брать... Просто все. На 10 тысяч не смог. То есть набрали на 200 долларов. Вот это все. Понимаете, да? Всего каких-то 7 тысяч рублей. И у меня в детстве столько игрушек не было. Хороших игрушек, которые мне очень сильно нравятся. Кстати, оставшиеся 100 долларов можно спокойно потратить в вышеозвученной дьюти-фри. Если вы не будете, конечно, бегать за чиво-стрыгал, виски там сверхдорогие, коньяк, вешу-пи. Вам, родители, надо воспитывать. А детям надо счастье давать вместе с Орионом. Вот здесь вот. На вокзальный 5, дробь 2. Десятый склад.